Это лайф, и мы продолжаем. Евросоюз намерен в ближайшие полтора года создать собственную армию. Она должна будет обеспечивать и внешнюю, и внутреннюю безопасность ЕС. Об этом сообщил источник Еврокомиссии. До последнего времени главным противником европейской армии была Великобритания. Но после референдума о Брексите этого препятствия больше нет. На связи с нами военный эксперт, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Константин Сивков. Константин Николаевич, добрый день. Так зачем же Евросоюзу армия? У них же НАТО есть. Недостаточно, Эмират? Я думаю, что здесь надо искать ответ в той ситуации, которая сейчас сложилась в Евросоюзе. Евросоюз трещит по швам. Многие страны, которые вступали в Евросоюз под обещание блестящих перспектив, на практике сталкиваются с тем, что это не так. Поэтому единая армия, как было заявлено уже некоторыми политиками Запада, она будет обеспечивать внешнюю и, подчеркиваю, внутреннюю безопасность Евросоюза. Единая армия, она может сыграть мощную военно-полицейскую роль. В случае, как говорится, волнения в какой-то из стран неизвестно, как вверху идет национальная армия. А вот интернациональная, европейская армия, она, естественно, выполнит свои функции четко и без сомнений. Это раз. Во-вторых, служба в единой армии будет скреплять народы разных стран. Ну, так же, как служба в советской армии оставляла у тех, кто прошел ее дружеские, человеческие связи, независимо от того, из какой республики это было, какой национальности эти были люди. То есть это фактор стабилизации политической. Поэтому мне кажется, что вот этот именно военно-полицейский аспект, он важен. Второй аспект, экономический. Уговорить какую-нибудь отдельную страну усиливать свои вооруженные силы и при этом тратить народные средства на это дело довольно сложно. А вот установить для всех взнос в единый, так сказать, кошелек единой армии, все-таки этот вопрос решить легче. Третий вопрос. Что будет с НАТО при этом? Ведь о распуске НАТО не говорят. Значит, европейская армия будет существовать отдельно. Это будут отдельные, так сказать, подразделения от НАТО. А вся ударная, так сказать, мощь блока НАТО, она сосредоточена в руках НАТОвского командования. Никто, конечно, стратегические силы пересределять не будет. Самое важное, так сказать, для ударных действий группировки переформатировать не будет. Это значит, что европейская армия опять-таки нужна для решения внутренних проблем. Вот это, я думаю, главное. Хотя есть и другие очень важные нюансы, аспекты, которые, я думаю, нужно затронуть. И прежде всего, это вопрос времени. Как быстро можно создать такую армию? Ведь речь идет о единой армии. Это значит, что в рамках единой армии должен быть единый язык. Язык межнационального общения, на котором оперативные информации и приказы доносятся абсолютно точно. Это важно. Значит, это тоже вопрос для Евросоюза. Создание единого языка межнационального общения, которое будут изучать не только придя на службу в армии, а с детства, со школы. Это тоже очень серьезный вопрос. Поэтому я вижу здесь, что эта проблема, если будет решаться, она будет решаться поэтапно. Сначала создание объединенного командования, и потом в течение длительного времени, подчеркиваю, на это потребуется немало лет, создание по-настоящему единых вооруженных сил Европы. Вот как вы думаете, все ли страны Европы согласятся участвовать в этой инициативе? Не у всех же есть возможности, мы же понимаем. Безусловно, уже сейчас многие страны Европы серьезно об этом задумываются. И причем такие дороги... Мы знаем недавнее заявление латвийского руководства на этот счет, что они лучше будут развивать свои собственные подразделения в связи с российской угрозой, а не евроармия. И так далее. То есть разногласий здесь очевидно будет. И будет оно и по политическим причинам. То есть это полная утрата государственного суверенитета, потому что государство, которое не имеет своей армии, это уже, грубо говоря, просто структура в едином государстве, в которое оно входит. С какими-то правами местной автономии. Это будет и по экономическим соображениям, потому что это принудит выполнять, не только сдавать в фонд единой армии какие-то государственные средства, но это потребует и вести, соответственно, допризывную подготовку своих будущих призывников, вести мобилизационную подготовку. И все это по единым стандартам, которые будут спускаться сверху. Конечно же, сразу на такие вещи, я думаю, что многие страны не готовы пойти. Но вот еще вопрос, да, все-таки есть НАТО, как мы помним, никто его не заявлял о его распуске, как вы сами говорите. А не будет ли вот эта внутренняя европейская армия неким, ну, противопоставлением НАТО? Безусловно, будет. Я уже затронул вопрос о том, как размешивать силы страны, которые одновременно входят в НАТО и участвуют в европейской армии. Размешивать это будет очень трудно на практике, потому что куда направлять призывников? Подразделения, которые подчиняются НАТОвскому командованию или европейской армии? То есть, конечно же, здесь возникает очень серьезный вопрос на будущее, который, вообще говоря, правильно поднял Дональд Трамп. Когда он сказал, что НАТО создавалось для противостояния с блоком стран Варшавского договора и Советским Союзом, сейчас реальности другие. И другая война. Мы видим, что ни от какого международного терроризма НАТО никого не защитил, только участвовал в каких-то операциях вдали от своих стран, это я имею в виду, ну, скажем, там, в Афганистане, там, еще в других местах, вот. А главную-то функцию по защите от той реальной угрозы, когда взрывают все, что угодно в Европе, творятся террористические акты, НАТО это никак не охватывает эту тему. А это новая технология ведения войны. Поэтому какое-то переформатирование НАТО в соответствии с реальностями новых технологий войны, оно, естественно, необходимо. Ну, вот еще у меня такой вопрос. Все-таки, вы назвали такие цели, да, очень благородные, скажем так, у европейцев, почему они хотят создать свою армию. А есть ли, может быть, еще какие-то подводные камни в этом деле, на ваш взгляд? Ну, подводные камни, это первое, что как только начнет создаваться такая вот единая армия, будет утрачен не только все представления о национальном суверенитете, это просто будут автономные республики в рамках Евросоюза. Но самое страшное другое. Представьте себе, если сейчас, скажем, в немецкой армии, или там, во французской, или еще в какой-то, возникает вопрос, почему немцев мало, а там много турок, беженцев с Ближнего Востока и так далее, то это вызывает в обществе определенную реакцию. А вот в объединенной европейской армии, где все, всех национальностей, так сказать, будут участвовать, это уже будет вызывать вопросов меньше. Но это означает и уничтожение образа жизни, национальных традиций всех народов, которые живут в Европе, превращение их, грубо говоря, ну, в каких-то общечеловеков, в плохом смысле слова. И, конечно же, это вызовет негативную реакцию. Это не просто утрата суверенитета, это утрата национального духа каждой страны и разрушение наций вместе с государственными границами. Да, спасибо, Константин Николаевич, это был военный эксперт, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Константин Сивков. И обсуждали мы идею создания общей европейской армии, отдельно, так сказать, от НАТО.